Так, ну чё, ребят, всем здорово. Цена на закрытый клуб повышена на 30%. Кто успел, тот зашёл, кто нет, тот не зашёл, да. Ну, соответственно, с 1 декабря будет повышение ещё на 30%. Как я сказал, так как сейчас бычья фаза, да, то цена будет повышаться каждый месяц. Ну, ребят, потом, я уверен, что большинство людей, к сожалению, будут заходить именно на хаях. И как раз таки это будет показатель, что пик был рано. Я не буду их отоговаривать, это их выбор будет. Вот, пойдёт новая ликвидность. Вот, и в рынок, и, в принципе, и в закрытое сообщество, не только ко мне. Ну, к сожалению, это так. Я бы хотел, чтобы люди заходили на дне, но на дне люди не хотят заходить, потому что не растёт же. Да, правильно. Глава Ипл и лидеры криптоотрасли обсуждают влияние выборов на регулирование криптолютов в США. Ну и, получается, понимаете, если вы не хотите заходить на дне, то будете заходить на Русь, а то и на хаях. Вот и всё, всё очень просто. И, получается, гениальный директор и другие лидеры криптолютовой отрасли недавно поделились мыслями, как президентской выборы могут повлиять на регуляцию криптовалют. Ну и, в принципе, также Андрессон Хорривиц, у нас соучредитель, поддерживающий А16З, поддерживает Трампа, изменил свою позицию пожертвовав комитету политических действий ХАЭС. Поэтому такие дела в результате ХАЭС обогнала Трампа по сбору средств, так и расходами, создав значительный бюджет для решающего финального отрезка. Гениальный директор говорит о влиянии выборов, то, что двухпартийный импульс в пользу и законодательство благоприятно для криптовалют. Великобритания догнать Сингапур по регуляции. Гарлинхаус также прогнозирует рост крипто ETF, включая XRP, что может усилить институциональное участие и принятие. Coinbase, CLO, получается, у нас говорит, что 52 миллиона американцев в криптовалютии нуждаются в четких правах. Вот и взгляд Криса Брамера у нас на финтекс и стейблкоины, я не знаю, кто это. И, соответственно, данный чувак у нас заявил, он профессор юридического факультета, дает глубокий взгляд на стейблкоины и будущее финтека. Подчеркиваю, что стейблкоины обладают у нас часто неправильно понимаемым. В эволюции возводит рост массового признания в ближайшие годы. Ну, короче, признание стейбла в CBDC, я так понимаю. И пояснил, что в настоящее время не занимает никакой роли в администрации ХАИС. И приоритет, получается, остается поддержкой нормативной сайды. Вот. Поэтому как так. Что еще? По реплу, то, что поправка DID в XRP вступила в силу. Что это означает? Ну, и поправка была запущена после прохождения двухнедельного периода активации. И может подключиться к проверяемым учетным данным. Также обычно соответствует спецификации Worldwide Consumption. Потом также широкое развитие XRP Ledger за счет автоматизированного MarketMaker. Также стейблкоин RLUSD. Ну, короче, дополнительная поправка, которая будет у нас модернизировать переломный момент в устранении сложности вокруг DEX-индентификаторов Web 3.0. Ну, короче, сложные термины. Ну, я думаю, вы поняли. СЕК подтверждает запрос Grayscale на конвертацию своего фонда GDLC, содержащего XRP в ETF. Ну, если мы посмотрим, то действительно у нас есть тут биток, ETH, Solana, XRP и AVAX. И у них XRP, получается, 1.59%. Совпадение ли это, не думаю. Ну, поэтому XRP Scam, конечно же, Grayscale выдержит. Так же, как и Stellar. Совпадение ли это. Суд вынес новое постановление для SEC и апелляции против Ripple. Ну, и вы понимаете, что у нас дата 15 января. Вот. И запрос удовлетворил до 31 октября. Поэтому, ну, резина все равно затянута. Далее эксперт утверждает, что XRP 22 доллара, лимит в 1 триллиона достижим. Да, и соглашается с BitBoy, что перевернет эфир. Ну, якобы обгонит по капе. Ну, и, в принципе, говорит о том, что это достижимая цель на данном этапе. И факторы, влияющие на эту амбицию, это стейблкоин, XRP ETF, я так понимаю. Пудик 22 долларам. То есть, для начала, естественно, пробить 50 центов. Ну, и за счет постепенных пампов мы туда сходим. По Fibonacci, я так понимаю. Аналитики определяют сроки начала роста XRP. Ссылаясь на исторические данные о сокращении биткоина вдвое. Ну, халлинг, да. И, в принципе, я говорю, что обычно начнет бычье движение с декабря 24 по январь 25. Кстати, я с этим могу согласиться, потому что я считаю, что перелив доминации начнется именно тогда, как и происходило в прошлом цикле. Поэтому движется спустя 8 месяцев после халлинга. Ну, как бы, и, как вы понимаете, что 8 месяцев после халлинга, это, ну, что получается? Апрель – это 4-й месяц, а плюс 8 месяцев – это декабрь. То есть, получается, где-то в декабре он точно так же делал и в 17-м году попер. То есть, когда шел перелив доминации. Все то же самое. Абсолютно аналогичная ситуация. О чем я и говорил, что, ну, как бы, многие люди не понимают, что вот эти вот суды там и все остальные моменты, разлоки якобы – это все абсолютно этуфта. То есть, если открыть доминацию биткоина, да, вот ситуация. Такой же перелив доминации. Смотрите, вот у нас был тот же там 16-17 год. Перелив доминации полетели. Потом, соответственно, вот у нас где-то декабрь, ну, ноябрь – декабрь. Потом, соответственно, то же самое. Вот здесь вот декабрь 20-го, январь 21-го перелив доминации. И вот сейчас декабрь 24-го, январь 25-го. 31 неделя, и мы полетели. Поэтому я думаю, это вполне реально. Но здесь ставят цели чуть ли не 200 долларов. Ну, 200 долларов не знаю. Якобы, если такие же иксы. Но по поводу того, что хотя бы 30 долларов, я считаю, возможно. Аипл – это, скажу, счет. Опять же, нас пугают, что вот разлоки 1 миллиарг, поскольку XRP закрывает октябры красным цветом. Но, как понимаете, буквально там разница в пару месяцев или потолок полгода. И мы можем увидеть уже закрытие зеленым. Сек против Ипл суд объявил важную дату. И важная дата, конечно, опять 15 января нам повторяется. Хотя мы эту дату уже слышали, наверное, месяц или два назад. Далее, получается, XRP взлетает у нас чуть ли не на 125 тысяч процентов из-за аномального дисбаланса ликвидации. Ну, не знаю, что это значит. Ну, и, по сути говоря, что за позиции ликвидированы на 50 миллионов долларов. Ну, и, по сути, на данном этапе, я считаю, XRP можно и нужно покупать. Если вы этого не сделали, то, соответственно, ну, потом будете жалеть. Потому что мы, видите, дно не обновляли ни 5 августа, ни 5 июля. Вот, поэтому сейчас 50 центов, там 52 цента – отличная цена. Доминация, кстати, пошла в разворот. По Stellar аналогично. Если глядя цену, то, в принципе, тоже можно еще покупать и брать данную монету. XRP, хладскер аналогично на повышенном объеме выкупают. Поэтому такие мысли, такие дела. Всем удачи и всем пока.